Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Но многомилостивый Господь наш Творец неба и земли, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благословить наше сегодняшнее собрание. По слову Твоему Святому даруй Господи нам. Увидеть это слово, услышать его, положить себе на сердце и все исполнить уразумевшее. Благодарим Тебя, Господи. Даруй нам такой крепости веру в Тебя, Господи Творца и Священное Писание Твое, чтобы мы могли обрести сердце мудрое, надежное ко спасению. Помоги многомилостивый Господи, все преодолевшее устоять. Сверху на надежду воскресения и жизнемечную. Аминь. Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня у нас Новый Завет. Первое послание Святого Апостола Павла к Тимофею. Так, видимость скажите. Видно? Видно. Видно, слышно, да? Ну все, вот, помолясь. Господи, благослови. Пятая глава, девятнадцатый стих. Прямо продолжаем. Братья передали. Все, сегодня мы оба не смогли. Итак. Обвинение на пресс-фитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Толкование блажен и феофилакт. Неужели на молодого должно принимать обвинение, а на другого кого-либо нет? Напротив, апостол как бы так говорит ни на кого, особенно на пресс-фитера. Не сказал, не обвиняй, но даже совсем не принимай обвинения. Ибо по самому возрасту они погрешают меньше юношей. Пресс-фитерами апостол называет здесь человека, а нет, пресс-фитером, достигшего старости. Так как многие обвиняются по подозрению, то по древнему закону должно говорить, чтобы были свидетели, обличающие виновного. Ну что, если они солгут, вот эти свидетели? То есть лжесвидетели. Это редко случается и на суде. Это может быть обнаружено. Хорошо бы иметь, по крайней мере, двух свидетелей, потому что грехи совершаются тайно. А что, если грехи будут явны? Свидетелей же не будет, а только худое мнение. Об этом выше апостол сказал. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Это 1 Тимофея 3 глава 7 стих. Так, а перед этим, на 5-ти, комментировал на исполнение силы Писания. Ага, ну тут мы говорим о начальствующих пресвитерах. Ну то есть пресвитер это те же священники. Или еще называют у нас попы, священники, отцы и так далее. И вот пресвитер это одно из названий. Когда-то слово пресвитер, оно объединялось со словом епископ. То есть тот же надзирающий над церковью человек. Всегда это были люди, которых выбирали апостолы по вере. Если мы читаем жития святых, то у апостолов, вот почти у всех, у Матфея, даже у Марии Магдалины, она, конечно, не могла ставить пресвитеров. Но когда она благовествовала в разных городах и весях, ну, надо сказать, во многих даже странах, в путешествии своем, то многие обращались. И мужи, которые такие ревностные в обращении были, потом знакомились с апостолами, когда туда пребывали апостолы. Потому что, ну, женщина могла проповедовать, мы видим, спокойно проповедовала. Но рукоположить кого-то, поставить на более значимые места в церкви, она не могла. Поэтому пребывали апостолы в ту или иную область той или иной страны. И смотрели, ну и, конечно, всегда было стопроцентное попадание. Если человек веровал, то он веровал до конца. Практически предателей никого не было. Такие были верующие. Там Лин был первый в Риме, который апостол Павел ставил. Потом Климент это был уже в третьем веке. Ну, другие апостолы... Сейчас хотел сказать. Быстро еще кого. Ну, ладно. Вопросы какие-то есть? Тут даже при двух или трех свидетелях сказано и написано «древнему закону». А древний закон-то это не к пресс-фитерам относил, а вообще к каждому человеку. Я сам еще рыбу не ел. Ну, то есть этот закон взяли из Ветхого Завета. Там числа, по-моему, 23 глава нам об этом говорит. И поставили. Кто может посмотреть? Посмотрите, какая глава и стих. Там это исхода, книга исхода. Книга исход, если найдете. Брат, немножко твою мысль продолжим насчет того, что женщинам не дано это, именно рукоположение даваться только мужчинам. Да и Господь избрал там 12-70 апостолов, послал по двое. А я слышал, что некоторые сектантов, они уже дальше отошли, как говорится, от церкви. Что начали женщин уже рукополагать у себя, хотя у них этого рукоположения нету, оставить именно, как пресс-фитеров научающих. И думаю, вот если бы я попал в такое собрание и дали бы слово, еще бы я начал с ними беседовать. Как место писания апостола Павел говорит, что перед вами, говорит, не было слов ласкательств. То есть говорил правду открыто, обличительно. А потом уже начал бы развивать тему, что Господь ставил учеников, именно мужей, а не женщин, пресс-фитеров. И дальше, думаю, как Дух Святой бы направил, чтобы обличить в беззаконии в этом. Вот такая мысль у меня сейчас возникла. Ну, мысль хорошая, брат. Ну, видишь, если ты попадешь в такое собрание, где женщину пресс-фитер, ты там очень многому удивишься. Там с ними надо вообще о страхе Божьем говорить. Потому что многие из этих женщин, они нетрадиционной ориентации, вот в чем дело еще, добавок ко всему. Поэтому там можно в такой этот попасть, в оборот просто. Им надо говорить о страхе Божьем, о Христе, о истинной церкви. Я даже не знаю, как они веруют-то там, что они женщин приняли. Это же все понятно было. Это надо в Ветхий Завет открывать, наверное, которые они вообще не любят. Но жены в церквах ваших домолчат. Это они, конечно, скажут, что это к тем женщинам относилось. У нас женщины все покорные. Ну, и ни одной там в кладке не увидишь, конечно, среди этих покорных. У нас тут тоже, вот брат выставил ролик, Николай общается на такие серьезные темы. Девушка молодая, там вроде давно ходит, закончила там какие-то курсы где-то в церкви, в Белошвейке, или что там, или иконописи, непонятно. И без платка сидит и беседует на такие библейские духовные темы. Ну, надо сразу понять, что там ничего не будет от этого разговора. Женщина должна одеть плат, чтобы об этом беседовать. Я понимаю, она там первый раз вообще слышит о Боге. И то, ну, можно сказать, оденьте платок, плат, вместо Писания там привезти. И тогда мы вообще с вами на одной ноте будем, как говорится, петь сейчас. Богу, Аллилуйя, Асанна. Но нет, ну и толк был или нет, я думаю, никакого толку не было от этого. Дай Бог, чтобы пришел. Как говорят, говорят, из тебя, говорит, это, дурь, говорит, выйдет, дурь, это, толк выйдет, а дурь останется. Ты говорит, о том, что ей не попало. Брат, а запись идет, я не вижу здесь меня. Я не знаю, понятия не имею. Я включил быстро, ввиду занятия. Ну, может и нету. Нет, никто не записывает ничего. Сейчас. Я включил запись. Ну, а что, а что такого-то, запись есть или нету тут? Надо, чтобы кто-то следил. За всем, как говорится, не уследишь. Брат, скажи число и из какого стиха начинаешь, чтобы там потом выставить. Сейчас еще раз прочитаю тогда смысл, какое вообще этих занятий тогда, если не будет, этой записи. Так. Занятие по священному писанию. Новый завет. Первое, Тимофеев, пятая глава, девятнадцатый стих. Сегодня. Как я сейчас начну. Двенадцатая ноября 2022 года. Обвинение на пресс-фитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Толкование блаженого Феофилата. Неужели на молодого должно принимать обвинение, а на другого кого-либо нет? Напротив, вопрос задается. Напротив, апостол, как бы так говорит, ни на кого, особенно на пресс-фитера. Не сказал, не обвиняй, но даже совсем не принимай обвинения. Ибо по самому возрасту они погрешают меньше юношей. Пресс-фитером, апостол называет здесь человека, достигшего старости. Так как многие обвиняются по подозрению, то по древнему закону должно говорить, чтобы были свидетели, обречающие виновного. Но что, если они солгут, вопрос? Это редко случается. И на суде это может быть обнаружено. Хорошо бы иметь, по крайней мере, двух свидетелей, потому что грехи совершаются тайно. А что, если грехи будут явные, свидетелей же не будет, а только худое мнение, вопрос. Об этом выше апостол сказал. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. 1 Тимофея, 3 глава, 7 стих. То есть можно пользоваться и самим вот этим посланием. Вот мы посмотрели, здесь идет речь о достойно начальствующих пресс-фитерах, то есть о священниках, достойно начальствующих. Игнат Тихонович тут впереди говорил на слова исполненного силы Писания. Ну, понятно, слово же апостол требует не хвастливого, но исполненного силы Писания и разума. Хотя бы оно и просто произносилось. Вот очень любят у нас с острова залито Николая. Ему какой вопрос не зададут. Он, да, голубушка там, ты проще, ко всему проще. Где просто там ангелов, соста, а где сложно там ни одного. И вот такими приводками стихи там разные читает и так далее. К сожалению, священным писанием очень мало пользуется. Если пользуется, то, ну, как бы там надо еще смотреть, что за толкованием прилагает. Поэтому все. Никогда никого не спросит, кто там что одет, кто там что читает, благовествует. Как молится человек, как исследует священное писание. Ни одного такого вопроса нету. Ну, и вообще редко кто такие вопросы задает. Они сидят, ждут, когда к ним кто-то придет. Ну, как Серафим Саровский сидел, ждал. Ждал хорошо. Он, спасибо, память хорошую оставил в третьем томе священнослужителя. Там 601 страница, где он начал молиться на камне тысячу дней, тысячу ночей. И ждал от Бога только одного ответа. Помилует он архиереев, священников. Ну, или не помилует за то, что там отступления идут. И Господь ему ответил и сказал, никогда не помилуй и не молись за них. Вот так. Ну, то есть все подтвердилось местами писания. Об этом спрашивал. Третья ездра нам говорит, как ездор спрашивал об этом. Очень сильно пытался узнать. И Господь ему там ответил. Даже, говорит, если Моисей, Иов и Илья будут молились бы, предстали предо мной, то и они не спаслись бы. Они едва спаслись бы, написано. Они едва спаслись бы. Вот так. Поэтому, как они могут за кого-то молиться? И потом там еще других перечисляют пророков. Второй раз еще до Господа хотел достучаться и так далее. Нужно им уметь остановиться. Это, как Авраам показывает нам священное писание. Он спрашивал, спрашивал Господа, когда в садом шли. Начинал там с 50 пророков, закончил 10. Ну и он последнее слово говорит, Господи, последнее слово. Все, последний раз прошу. Последний вот. А 10 пророков? Может, тогда спасется город? И Господь ответил, хорошо, ради 10 праведных город будет спасен. Ну, не нашлось здесь праведных. Мы знаем, что нашелся один только сам лот. Должна была быть жена, две дочери и еще два, как бы, зятя. Те посмеялись над всеми пророчествами его. А дочери оказались очень, как и мать, очень маловерными. Мать обернулась, стала самим столпом. А дочери от своего же отца родили, по его совершенному незнанию, поили его вином до одурения. Амонитяне и мавитяне появились. Перевод там такой странный. Один перевод такой, мой дед, отец, амонитяне, а другой там амонитяне, мой предок, отец. Ну, то есть, почти то же самое сказано. Вот такие вот. Всю правду про себя сказали два племени. Ну, и, конечно, потом были уничтожены. Сейчас их нету просто. Так, ну, тут еще что можно сказать? Неужели на молодого должно, а на другого? Ну, молодой чем виноват? Молодые бывают очень активные, пламенные, горячие, очень ревностные. Люди, которых наставили верно и так далее, они могут много сделать. Поэтому. Но обвинения принимать никак нельзя. У нас сейчас это легко принимается все, потому что суда, как такового, церковного, справедливого нет. И поэтому, если раньше там на Христа два лжесвидетеля привели и так далее, сейчас ничего этого не надо. Сейчас есть тайные рычаги. Ну, как, к примеру, на Игната Тихоныча мы знаем через вот эти вот разные конференции. На одной из этих конференций православных там Дворкин был, там еще кто-то выступали. Люди, которые подготовились, как бы, назвали Игната Тихоныча и все общество, ну, наше, в общем, еретиками, раскольниками и так далее. И что там детей, значит, подвергают вот этой духовной твоему яду. И надо как-то избавляться. Ну, и, казалось бы, что они должны сделать? Они там прям в постановлении. Да, надо избавиться. И они как пошли? Они пошли методом от противного. Как всегда делал это при царской власти. То есть они не пошли и не разговаривали с Игнат Тихонычем там, не посылали там Дворкина, чтобы он там вразумлял его. А сделали просто, наслали СЭС, сам эпидемстанцию, которая, конечно же, докопалась даже до столба электрического. И сказали, должна быть здесь проводная вода, постоянно текущая вода. Вот, кто был в Потеряевке, в лагере, в Стане, кто видели, что там просто благодатные места для творческой мысли, для духовного полета, то есть для развития в себе каких-то необыкновенных качеств человека, любящего свою родину, природу и Бога, в первую очередь, конечно. Какие закаты, какие восходы, как изучаются Слова Божие, все вместе, дружно, взрослые дети. Мальчики отдельно, девочки отдельно в кельях таких. Ну, прям романтика. Я очень любил это все на романтику, пионерские лагеря, и поэтому очень с удовольствием помогал там и детям в изучении Слова Божьего. Ну, и так тоже там какие-то, нужно еще было куда-то сходить с ними там и так далее, показать, как трудиться, как молиться и так далее. В храмы вместе вставали. Детей сильно не гнобили. Там хоть говорят, в ботиночке, говорят, в 5 часов подъем. Ну, да, были и в 5, но были и в 6, когда уже отступало там время и так далее. Там в августе месяце, там в июле, в конце, там уже такая роса холодная падала, и солнце уже вставало не в 5. Поэтому давали им поспать и даже до 6, так что не думайте, что прям там была как армейская такая дисциплина. Ничего подобного. Дети сами любили это. Очень любили. Почему? Потому что хотелось покушать, завтрак. А перед завтраком надо немножко встряхнуть свой организм. Ну, так. Молодость, чего говорить. Обвинения, то есть я говорю, обвинения, которые в древности, там был такой закон. Если обвинения кому-то дают, то должно быть 2 или 3 свидетеля. Вот так. Ну, Христу привели двоих свидетелей, и они были лжесвидетели. Говорили так непонятно и, видать, скомканно. Выбивали из них каждое слово. Ну, так Господь сделал. В конечном итоге просто служа Каяфа встал, видит, что ничего не получается, и воскликнул. Ты ли сын благословенного? И Господь сказал, ты говоришь. И в этот момент он разрывает на себе одежду, ну, чтобы показать, ай-яй-яй, какой ты нехороший человек. Ну, вот, поглядите, какая у меня волосатая грудь. Рванул на себе все эти одежды. Что-то, как он там из чего сделан, и они разлетелись, видать. И все ужаснулись. Сам патриарх рванул одежду на себе. Значит, что-то правда есть. А ничего уже не было. То есть от отчаяния просто. От отчаяния. Такое часто бывает, когда люди начинают другого вдруг сразу обвинять. Непонятно вообще в чем. Резко вдруг. Это уже отчаяние. Так, вопросы какие есть? У меня грязь зрения, поэтому долго так ищут. Вопросы. Давайте зададим тогда вопрос по этому вопросу. Вот давайте вот тут. А что, если грехи будут явны, свидетелей же не будет, а только худое мнение? И тут вот написано. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Объясните, пожалуйста, вот это. Братья. Если кому-то понятно, отвечайте. Кому можно разговаривать. Ну, доброе свидетельство о внешних, чтобы, допустим, люди, далекие от церкви не могли сказать, что этот человек, например, пьяница, какой-нибудь там развратник, блудник, например, дебошир, вот такое они не могут не наклеветать. Это же считается не догматах веры их будут. Это просто свидетельство, что это за человек, заботится ли о своих добрых семьянин и так далее. Но тут разговор идет о том, что внешние видят твою жизнь, и они помогут в конечном итоге, потому что суд, он не будет такой лицеприятный уже. И будут брать уже не верующих людей, а те, которые рядом с тобой там живут. Соседи видели его там пьяным, или там дебоширом, или еще он матершинником, или ну и так далее, и тому подобное. То есть как, кто и что за человек. Они не могут сказать о твоей вере ничего. Кто знает, что в духе, дух внутри человека, дух его кто знает? Никто, кроме самого человека и Духа Божия, никто не может о верующем ничего сказать. А верующий говорит, судит о многих, вот так. Поэтому, если ты живешь как истинный христианин, то, конечно, какие от тебя будут нарекания? Христианин всегда доброжелательный. Вот мы по улице, там на полженого сколько. У нас и сестры, и братья, все доброжелательно относились. Там здороваются, если дети, все здороваются. Сильно там, ну как, ни с кем, конечно, в дебаты не вступают. Кто-то что-то спросит, слышишь, там кто-то из соседей кого-то спрашивал. Отвечают доброжелательно. С соседями всегда встречаемся у колонки, там где-то, или около мусорки. Поздороваемся, какие-то вопросы, там погода или еще что-нибудь. Все, и стоит храм, никого нету, никто. А ведь у нас там не на шторках, все и так далее, чтобы еще внешние как бы и не заглядывали, потому что может быть просто беснование резкое. Сами понимаете, деревянный дом и так далее. Поэтому креста нету наверху. Здесь святые люди живут, и поэтому дайте мне такой-нибудь полкиничек. Я тут вверх охраняю. Нет, никого нету, все. У нас во дворе братья, дежурные. Все, погибла, тюрьма, там вся из железа. Первые года прям они там ходили, прям во дворе и так далее. Сейчас дежурный, в храме находится звонок, если что. Есть камера наглубления, то есть вот так. Так что все, потому что может быть клевета и неправда. Так, ну давайте дальше пойдем тогда. Ой-ой-ой. Не слышно, брат. А? Не слышно было, брат. 20 стих. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Блаженный Феофилак нам толкует. То есть тех, которые упорствуют в грехе, и которых найдешь по тщательным исследованиям. Обличай сильно и строго, не для удовлетворения своему гневу, но чтобы прочие страхом разумлялись. Ибо епископу должно быть и страшным. Ибо как бывает вредно осуждать необдуманно, так гибельно и не обличать виновных. Потому что через это распространяется греховная болезнь на многих. Как же Господь сказал в Евангелии, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Макфея 18 глава 15 стих. Вопрос. Но Господь не повелевает, но Господь же повелевает и обличать пред обществом упорствующего во грехе. Итак, что же вопрос. Не произведет ли обличение пред обществом соблазна? Да, да, сейчас заберу. Ну, здесь просто разные, будем говорить, моменты в жизни верующего общества. Епископ, видите, упорствующих именно, согрешающих обличает пред всеми, чтобы и прочие страхы имели. Согрешающих именно. А возможно, что уже прошли все эти две ступени и все отдали уже, теперь идет суд церкви, ну, то есть обязательно должен быть пресвитер. Уже все побеседовали и согрешающий не покаял, ну, не вразумился. Именно согрешающий. Если не вразумился, то при всех обличение получил. Почему нет? Не написано, что в Матфея 18 глава, что там при всех или не при всех. Там написано, да будет он вам как язычник, то есть и мытарь. То есть всем будет как язычник и мытарь. Ну, а как, значит, при всех и обличили, да еще и другие получили вразумление. Ну, как это было вот с этим блудником, который первая Коринфина. Очень тяжелая ситуация. И апостол не сразу, но постепенно, постепенно выносит и все. И говорит, что такой грех, которого нету даже между неверными. Что же вы делаете? Как вы посмели прикормить такого грешника и ничего не говорите ему? Ну, вот не было такого мужественного пресвитера, защитника церкви, о чем мы сейчас и видим. Сейчас человек может прийти, причащаться и в этот момент рассказывать о том, что он очень хочет покурить. И так долго эта служба длится. Ну, и так далее. Ну, отсюда дальше, как в том анекдоте. Ты куришь, значит, ты и пьешь. А если ты пьешь, то ты и блудишь. Ну, и все. Все потому, что какой-то незначительный поступок тебя подвигнул к тому, что ты стал грешником. Тебе надо было молиться Богу, просить у Господа благословений и разума. Ну, то, что мы читаем, премудрость Соломона, первая глава. Ведение. А человек просто, человек не любит читать. И все. И стал невежий. А невежий, он не знает, не читает, не знает закона. Не зная закона, он его нарушает, конечно. Еще смеется над ним, может быть, над этим законом. И над теми, кто читает закон. Называет их книжниками, фарисеями, законниками. А я вот ничего не знаю, и вы мне что заставите. У меня есть хлеб, я его ем. Всегда ложусь сытый, брюхо полное. Так что мне что? А Господь в этот момент говорит, не хлебом единым будет жить человек жив, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Любое слово из уст Божьих, оно даст тебе жизнь настоящую. Об этом Господь постепенно, постепенно обратился ко всем иудеям. Евангелие от Иоанна, читаем, 6 глава. Сначала он их исцелял, кормил, проповедовал им, говорил, путешествовал много-много-много. А потом, когда увидел, что даже такие великие чудеса, как накормил там несколькими лепешками и двумя рыбками десятки тысяч людей, не побоимся этого слова, они пришли только для того, чтобы опять поесть. Это было, конечно, ударом для него, страшным ударом. Это просто. Но он не отчаивался, Господь, и нам тоже нельзя отчаиваться. Мы часто ходим, благодействуем и задаем себе вопрос, почему через меня никто не пришел. Почему не пришел? Вроде благодействовал, ходил, хотел, прямо, но от всей силы прилагал к этому. И никто не пришел. Господь через Яну Златоуст нам отвечает. Чтобы ты там больше награде подвергся. Потому что здесь тот, кто проповедовал и увидел своих чад духовных, ему это как награда здесь на земле уже идет. Засчитывается духовная награда. То есть какая радость, когда люди приходят ко Христу оглашенные. Вот то, что у нас столько оглашенных. И дети там есть. И мужчины, и женщины, и молодые. И старые, и уже пожилые. Ну, приятно просто. Слава тебе, Господи. Это настоящая церковь. Не просто там одна молодежь собирается. Ну, все есть. Ну, как у Стефана дом крестился. Или у Корнилия. Целый дом пришел. То есть, значит, там и жена, и сестры, и братья, и так далее. И дети. Ну, тут что, про гнев давайте посмотрим. Не для удовлетворения своему гневу. Ну, то есть, да, здесь надо злобу сдержать. Если все будет по злобе к человеку. Просто то, что почему ты не исполняешь так, как я хочу. Ну, все, и там закончится ничем. Просто у верующего человека. А верующий, он приобретет, даже если будут его обличать, почему ты так строг другим. Тут можно местописание находить и отвечать. Помните, как шел из Иерусалима в Иерихон. Иудей попался разбойником. На дороге его бросили они. Ограбили. Вот тут прошел священник мимо, и левит наехал, чуть посмотрел, и опять прошел. И тут на него наехал самариним, со словом. Наехал, это значит, проезжал мимо, и вот он лежит. За камнями там где-то бросили в кветвина, чтобы помер. А он живой. И он возлил, говорит, масло и елей. Елей и вино возлил на раны. И нам толкователь говорит, что вино – это строгость учения христианского, а елей – это мягкость, то есть любовь, проявление любви. Хотя и строгость – это тоже проявление любви. Ну, у нас привыкли, что любовь – это только пряниками кормить и шоколадкой. Вкусно. А когда ты обличаешь, там, допустим, не было платка, надо было сказать платок – это уже обличение. И вот сразу можно человека увидеть. Нету мороды. Почему нет мороды? Ты пришел слушать духовное и услышал. Нету на женщине, не любит носить юбку, потому что юбка – это холодно, говорят. Ну, холодно, не холодно. Господь сказал – женское платье. Все. А у мужчин и так далее. Это должно нас, ну, возмущение у нас поднимать. Какое? Возмущение, как вода возмущается вот в этой вовечьей купельне. Когда она возмутилась, то ангел, значит, сошел. Вот так у нас должна там возмутиться душа прям. Ну, так содрогнуться. Ну, что это такое? Не по слову Божьему. Ну, кто-то разговаривает в храме, там, еще что-то. Обличения должны быть. Кто-то неправильно ложку держит и ест, как хлюнье, в корыто зарывшись, в копытце. Тоже обличать надо. Ну, а кого-то строго. Ну, строго, сами понимаете, это уже так, ну, прям строго. Тут просто говорить, что все, никто же на тебя не нападает, а людям страшно. Я вот ложкой получал полбу за то, что он нырял в корыто, ну, это, ну, в чашку, в Игнатикиночек, когда в 96-м году креститься приехал. Позабыл немножко, ну, получил, ну, я крупный парень выдержал, ну, а других он так, ну, как говорится, балует просто. Ну, я заслужил. Слышали, да? Нет, я ничего не понял. Он, говорит, в лагере, он ромнился на тяжкий, в ему полбу как дали, он бежал, я, говорит, парень крупный битвы держал. Ну, в ножка я ударил, да. Не знаю. В 96-м году это было, Гри. Не знаю. Ну, вот, как бы мы тут прошли. Я как-то стращал. Ну, давайте про исхода, 14-ю главу. Исход 14-я глава. Ну, еще, допустим, ударил, а я не ударил. Теперь еще должен откроем. Откроем. Ну, сказал, да и сказал. И прочтем то место, где Господь наказывает фараона. Так. Закончили, нет? Ну, тут говорится о том, что фараон, ну, это, фараон преследуется войском своим. И вот так говорит, 3-я стих. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей. Заперла их пустыня. И Господь дальше продолжает. И Господь дальше продолжает. А я ожесточу сердце фараона. И он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне. И на всем войске его. И познают все египтяне, что я Господь. И сделали так. Ну, то есть, о чем здесь речь идет? Господь говорит, я ожесточу сердце фараона. Это очень всех возмущает. Ну, как так Господь ожесточает сердце фараона? Ну, это значит, ну, как бы он какое-то искушение фараону дает. Не дает, как бы, свободной воли. Сам там это делает. А Господь говорит, я все сотворил. Я и небо, и землю сотворил я. И зло, и добро. Все я сотворил. И жизнь, и смерть я сотворил. И когда надо, то через меня это действие происходит. Вот так. То есть, все сотворено Богом здесь. Только Господь не делает зла. Ничего злого в нем нет. Он добр. Но для того, чтобы действовали законы Божьи, то есть вот такой закон. Не проверяй себя. Есть черная, есть тьма, а есть день. Хотя тьма, она никому не вредит. Но когда приходит время, и появляется сатана, то оказывается, и тьма становится вредом. И особенно духовная тьма людей. И сатана сам себе присваивает то, что просто лежало оно как закон Божий. То есть, вот эта самая пропасть, которую Господь сотворил между праведниками и грешниками, в которую никак перейти нельзя. И мы с вами, сегодня находящиеся здесь на занятиях, тоже это прочувствуем, когда придет наше время. Мы будем или по одну сторону, или по другому. По другую. Когда мы почием, умрем, то для нас это будет страшный суд. Начало страшного суда. Все. Для нас именно тогда. А для кого не тогда будет страшный суд? Для тех, кто доживет до последнего дня, когда придет Господь на небесах, и прям восхитит живыми людей, которые останутся. Апостол Павел немало не сомневался, что он будет среди таких людей живых, которых Господь поднимет на небо. Немало не сомневался, но уже две тысячи лет, даже больше немного, мы ждем Христа и видим, что все ближе и ближе предсказания его, но еще не исполнились. И что эти предсказания все быстрее и быстрее сбываются. Поэтому, да, такое было наказание фараону. Он сам ожесточал в сердце свое фараону. А Господь, наоборот, пытался его вытащить из этого. Но чем больше он делал милости фараону, тем больше он злобился. То есть так он и не принял милости Господних, а мог бы просто быть, ну, может быть, трудоначальником какой-то династии египтян верных Богу. Как в свое время это будет у вавилонян Дарий. Так, еще читаем, да? Или кто-то? Брат, у меня вопрос есть. Понятно, что апостол Павел обращается к Тимофею. Ну, а Тимофей был епископом. Он говорит, согрешающий обличай, чтобы и прочие страх имели. Вот. Вы, брат, сейчас сказали, что обличать должен и вообще каждый христианин, и приводили примеры. Вот хотел спросить, на чем основаны слова многих православных современных, которые говорят, что обличать не надо, а знай себя и хватит с тебя. Основаны ли эти слова их на священном писании? Или это вымыслы человеческие? Такой вопрос. Да. Но в сатане очень бы хотелось, чтобы так было. Потому что, когда он увидел апостолов, которые пришли, когда он послал их на проповедь, там 12 глава Евангелия от Матфея, и они радовались, что весы им повинуются. А Господь говорит, Я видел сатану, спадшего с небес, как молнию. Как молнию, спадшего с небес. То есть до такой степени ему это не по сердцу, что люди оказывают милость другим людям. Ему надо всех разобщить, всех разделить. Чтобы даже куском хлеба не поделились. Там крошки даже, чтобы не поделились. Как говорят о жадности. Такой, говорит, жадный, что зимой снега не выпросишь. Я помню, маленький услышал, мне так что-то смешно было. Как раз там сугробы были, все завалено. Я смотрю в окно, и кто-то это сказал. А мне внутри так смешно, думаю, как так? Как так? Что это такое за категория человека? Я даже не воспринял сначала, что такие люди могут быть. Ну, видим, что могут такие люди быть. И причем целые страны могут быть. Не просто там в процентном отношении, а просто сама система этой страны, она давит всех людей. 99% задавливают в этот вот такой змеиный клубок. И люди, кажется, улыбаются тебе, спрашивают тебя, как у тебя дела и так далее. Но ты им совершенно неинтересен. Выжать тебя и до такой степени доходят, что муж с женой подписывают брачные контракты, чтобы если там разведется и так далее, друг за другом и слежку устраивают. Детективное агентство развито очень сильно. Это уже сатанизм настоящий. А сатана радуется этому прям рукоплечит. Молодцы люди. Я сам даже до такого не догадался. Чего бы такого еще-то им сделать, чтобы они еще больше друг за другом наблюдали, друг другу поставили под ножки. Россия в этом отношении была такая странная государство. Гостеприимство там было развитое и так далее. Как бы последнюю рубашку готовы отдать. Ну, все, конечно, через познание Христа. Ну, очень слабое. Но все равно воспитывались так дети, чтобы быть благородными. Даже такое было понятие православный воин. То есть там крепкая шашка там и так далее. Но если племный там или кто-то сдается, или там к врагам пришел, то нужно оказать милость обязательно. Накормить там и так далее. Ну, и мы видим даже при советской власти в Берлине там идут съемки. Я не думаю, что это съемки постановочные. И люди отовсюду идут к этим полевым кухням покушать гречки или перловки с американской тушенкой. То есть все это... И вот сатане надо разделить. Разделить и властвовать. А в другой раз он сказал Петру, ко мне подходил сатана и просил вас сеять как пшеницу. Сеять как пшеницу. Я думаю, что ты нашел где, в Игоре, что там есть. Вот так вот. То есть сатане на откуп все отдайте. А ты сам уходи, я тебя прощаю. Ну, когда, помните, в пустыне и Господь Алка уже жаждал 40 дней. И он к нему подкрался и говорит, третье это искушение было. Счастливие. Все тебе отдам, всю славу мира. Поклонись только мне. Мне поклонись. И все. Ну, вот так. Ты не что-то мне знать. Я перепишу себе все. Да, спаси Христос, брат. Да, местописания именно эти надо брать. Где сатана хочет нас. Ну, а он кто такой? Это Евангелие от Иоанна, 9, 8 глава, 41 по 44 стих. Господь говорит к иудеям, обращается и говорит, ваш отец дьявол. И вы желаете исполнять похоти отца вашего. Похоти с вас. Никаких дел, ничего нету. Одни похоти. Вот так. Он есть человекоубийца и лжец изначально. То есть, значит, то, что Господь сделал, как законы, которые не надо было трогать. Дерево познания добра и зла. Кто сотворил его? На нем было и добро, и зло в этом дереве. И все. Ему надо было туда Еву затащить, в эту пещеру. Злым мне. В каком бы я не туда встречала, посмотри. Он уже увидел, что это слабое звено, и затащил ее. Всего-навсего поговорив. Ох, язык. Неудержимое зло. Получается, знай себя и хватит с тебя. Это антиевангельское учение. Да, нигде этого не найдешь, брат. Если хочешь спастись, хочешь угодить Христу, и хочешь узнать Бога Отца, никогда не поможет тебе то, что там, знай свой шесток, там, и так далее. Все это. Моя хата с краю ничего не знаю. Ну, и там много всяких пословиц, поговорок, когда человек якобы перехитрил само небо. Нет, этого никак не будет. Ну, или как Петр решил от всего отвлечься. Ну, подумайте над этими словами. Когда он сказал, увидев Моисея и Илью, и Христа вот в этом обличии, в белых сверкающих одеждах, с лицом сияющим, как сон, ярче солнца. И он говорит, Господи, давай три кущи тут построим, найти бумажку. Тебе и Илье, тебе одну, и Илье одну, и Моисею одну. Ну, понятно, одну. А почему не две? А дальше сказано, не по две. А дальше сказано, и говорил сам, не знал, что говорить. Вот это... Вот так даже сатана, даже там же успел зацепить, на этой горе, увидев Христа во всем величии, блеске божественном. И то ущипнул в сердце. И главное, такого ревностного подвижника. Он же хотел добра сделать. Ну, вот кто скажет, что бы дальше было? Ну, давайте помыслим воображение. Сделали три. Вот Христос сияющий, Моисей и Илья, и там трое, с Петром двое еще учеников. И дальше что? И он говорит, останемся здесь. И что? Ну, воображение включается. Что дальше-то? Нет, это надо скорее свое дело делать. Современный. Ну, у меня богаче воображение. У меня богаче. Так, еще что бы получилось, кто думает? Ну, ладно, не буду вас сказать, что я думаю. Как я воображаю, что бы было. Да, конечно, брат, скажите. Был бы ручной Христос. Ручной Христос. Как любит, говорит Игнат Игнатьевич, вы свою пленку мне под язык не закладывайте. Он бы не был уже Христом. Это был бы, ну, кто-то, но только не Христос. Христос – это герой наш. Ну, мы так не говорим никогда, но сами поймите. Умереть за всю вселенную, и зная, что ты будешь воплотить, и тебя будут резать, и так далее, и ты видел уже, везде присутствует Господь, видел, как люди страдают, как они кричат, извиваются от боли, агония эта. Он все понимал, что он. Он только не понимал, как ощущения. Не понимал. Он не был никогда в человеческом обличии. Потому что не пришло время. И вдруг пришло время, сам себе назначил. Все. Это то же самое, ну, как, я не знаю, зуб себе выдернуть, или операцию на сердце сделать самому себе. Там. Или на желудок, там, осколок вытащить. Там что-то зашить. И то, ну, как бы, по боли узнать. Женщины, вот, когда они начинают говорить, там, что, вот, спасение через чьи дорогие. Там же много страданий у женщины. Господь так заложил. Это не собака, которая. У нас собака окатилась. Ощенилась. Ну, даже никаких вяков не было. Ничего не было. Вот один лежит, щенок. Путенок. Прошло 14 часов, уже забыли, думали, все. Подходишь, второй лежит. Не мякало, ничего, не квакало. Так Господь делает. Ну, иногда там бывают какие-то, но это очень редко, очень у животных. Обычно там все нормально. А человеку Господь так дал. И даже есть, это, ну, основание, почему такое. Это, вот, человек. Чело, то есть разум. И вечность. У нас очень большая голова, большой. Много мозга надо, чтобы думать, и духовное, и так далее. 25% всей энергии, которую, вот мы едим пищу, 25% в мозг уходит. То есть мозг должен постоянно работать. и даже до 30% у некоторых людей. Вот так. Поэтому голова, а голова, она с самого начала, самый большой, большой орган, который нельзя сдавливать. Там расположено все, вся жизнь наша. Хотя никто не говорит, что в голове, это, дух человеческий, душа человека. Никто не говорит. не знаю, не знаю где, никто не знает. Но вот так вот, и эта голова, вот она нас делает, женщину такой, удобно, восприимчивый к боли. Потому что, представьте себе, эта голова рвет вас и так далее. Вот так Господь сделал уже здесь. Вот эти страдания, они непростые. И Господь ничего этого не испытал вот до того момента, когда пришел на крест. Он понимал, как будет, и какие уже, как он в Герсиманском саду страдает. И написано, и капли пота его были, как капли крови, которые впадали на землю. Написал, Новый Завет, это что? 36, 36, а Новый Завет, это надо понимать, что как они собираются, это капелька. Да, пачки. И вот, большие капли крови. А маленькими нету капель, это только брызги могут быть крови. Когда кропил священник, он брызгал, брызгал пальцами, прямо он кунал, и вот так разбрызгивал. И они меленькие-меленькие капельки разлетались. А когда она из тебя, течет капля, она собирается, собирается, кровь вязкая, и потом капает, прям такой набухшая, такой большой каплей. И вот, и вот так вот, Господь, вот такие были, пот, такой, такой вязкий пот выделялся. 28, 29, 30, понимал. Даже у нас такого не может быть. может не быть. потому что он, Господь себя собрал, все, у меня подожди, все страдания украли. У нас такого не будет. Поэтому наш герой, он умер за нас. Они тут, тут дверей были близкие. А в сарае, таково там, из замка, да, нету даже. возблагодарим Господа. Потому что, где-то, кто-то было мне, писал, и мне говорят, там 30-й том, в тюрьме, он не дал никому, а там пишут, то есть, кому-то попало. Знаете, том 29, здесь я сейчас не могу сказать. Еще прочтем, да, последний стих. Где-то там, где-то у людей. 21. Давайте. 21 стих, 5 главы, первое послание Пусть-Полу к Тимофею. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения. Ничего не делая по пристрастию. Так, давайте, блаженный, ой, да, блаженный Феофилакт растолкует нам много. Сказав о многом в вышеприведенных словах, теперь начинает говорить в суде и при этом весьма страшно заклинает Тимофея. Он не постыдился даже и Тимофея охранить таким увещанием. Охранить, то есть оборонить. Ибо если о себе сказал, чтобы проповедовать другим самому не оказаться недостойным, 2-я конь, 9-я глава 27-й стих, то тем более не постыдился сказать сие о Тимофее. То есть предупреждает брата своего, тем более младшего духовного. Призывает же он во свидетеля отца и сына для того, чтобы в грядущий сунный день, если бы что-нибудь совершилось вопреки долга, ему остаться правым, так как он строго увещевал его. Для чего он присоединяет еще ангелов в своей речи? Для того, что в день суда ангелы будут торжественно сопровождать Господа. На облаках написано силой ангельской. Господь говорит, неужели Господь не предоставил бы мне сколько он сказал? 12 ленионов ангелов. 12 ленионов. Наверное, столько и не надо. Там легион-то у Господа не 6 тысяч. И у нас есть обычай брать во свидетели и важных, и незначительных лиц. И Яков берет во свидетелей Бога и приводим их вместе с ним во свидетели. Но тут несколько непонятно, сразу скажу, что это как присяжные заседатели есть такое. Суд присяжных. Это римское право. Поэтому не берем наш суд. У нас такого нету. Не знаю, где-то пытались делать. Вот этот фильм 12 показывает. Там вот эти заседатели. Это Михал Никита Михалкова. Интересный фильм, вообще интересный. Наблюдаешь так, переживаешь за всех. И в конечном итоге как бы правда торжествует. слава Богу. И там кого только нету. Если богатые, если вот так выбрали людей. Ну, было бы неплохо это, но у нас это в стране нельзя делать. По-моему, надо сначала, чтобы человек проявил кто-то, чтобы хоть был немного избранными же ангелов. Назвал потому, что и демоны ангелы, но отверженные. У нас в церковной славянском языке пишутся демоны аггелы, две г буквы. Будь ровен к тем, о коих идет суд, чтобы не было предварительного решения. То есть, чтобы никто не предубедил тебя и наперед, привлекая тебя к себе, не расположил тебя произнести суд и постановить решение. Это о суде прямо назначено церковным. Ничего не делай по пристрастию, склоняясь на одну сторону. Как бы так говорилось, приглашает тебя одна сторона помочь ей ты, так ты не делай, посему приглашение ее. Вот такой сложный вопрос разбирается. Заклинаю тебя сохранить себе без предубеждения. То есть, предубеждение это значит, ты заранее знаешь, на чьей ты будешь стороне, от тебе лицо что-то не понравилось, или как человек отвечает, герзко там может быть, или наоборот какой-то малодушный, а ты любишь такой отважных там героев и так далее. Нет, нет, ничего такого не должно тебя смущать в твое сердце. Ты должен быть полон рассудительности, бодрствен, внимателен, любовь должна быть полным совершенством при этом. Как так судить других на суде, не знаю. Я никого не судил, ничего не могу сказать. Еще никого не судил. Те братья, которые от нас отошли, некоторые прям страшно отходили, нас хулили и так далее. Не имею никого никакой гнева, ничего. Как их осудить и так далее. Это надо провести какое-то заседание, чтобы было допустим меня свидетелем вызовут и я буду говорить и тогда может что-то выясняться будет. Может быть покаяние у людей будет. Сложно это судить. Но так как Тимофей епископом становится, вы понимаете кто такой епископ, что за человек? Но и тем дороже нам вот этот сегодняшний наш митрополит, который в общем-то очень-очень к нам относится доброжелательно, прям ну как Игнатий называет его наш митрополит. Дай это Бог, дай это Бог, может быть на наш век его хватит, он молодой еще. Но знайте, что в московской патриархии все в любой момент могут человека отправить куда-нибудь в другую епархию и все и приедет другой человек совершенно другой совершенно все по-другому будет. А этого не должно делать, потому что каноны нам говорят, что переходить из одной епархии или переводить по какому-то случаю нельзя, нельзя, запрещено. Канонами запрещено епископам этим заниматься. но к сожалению все это в наше время делается без поправки на каноны. Так, давайте кого тут что-то заинтересовало почитайте еще, что я может что-то упустим такое важное. Бурак, там сколько осталось до конца этого посла стихов? Еще три стиха, ну тут большие стихи, такие же как этот вот. Ну еще одно занятие наверное выйдут. да, еще вполне, ну даже если мы не торопимся в то же время поспешаем тоже. 22, 21, 5,22. Ну Игнать Тихоновича сегодня нету, потому что суббота, я так понял, ну как бы все это так сложилось. Ну сейчас прошел занятие, я думаю можно завершить. Да, слава Христу, конечно, конечно. Давай, брат, ты перехватывай, ты молиться будешь? Молись, брат. Я споял. А вот Игнать Тихоновичу можете задать вопросы, он здесь. А, ну все. Так что вообще хорошо. Он может и назначить потом молящегося. Давайте, братья, давайте, задавайте вопросы. Игнатий Тихонович, я, мир вам. С миром. Меня слышно? Да, конечно. Да, я сегодня вы же спрашивали, какую вам проповедь сказать, и вот я буквально на днях думал, какую уже, до того, как вы меня спросили. А сегодня, когда вы меня написали, я не могу вспомнить, а сейчас вспомнил. Если можно, будет возможность, скажите проповедь о нашем флаге Российской Федерации. Ну, это я так могу объяснить, это не проповеди даже. Можно тут, но дело в том, что уже у меня попросили шесть качеств лидера осветить здесь. Ну, вот сегодня первый, который откликнулся, говорит, вы расскажите о молитве. Я сегодня как раз о молитве говорил, какую Бог слышит, не слышит, по какому поводу молились пророки. То есть, большой материал показали. Ну, а завтра Бог его знает. Если жизнь будет, то начнут первое воображение. И шестое качество привлекательность. Лидер. Лидер каждый сам себе. Лидер для жены, для детей, ну, и со всеми, где он бывает на работе. Это первое качество воображения, потом знания, умения, решительность, беспощадность и привлекательность. Вот, первое пять можно добыть, а шестое никак. Это редко-редко, когда люди так его шестым качеством обладают. Оно целиком дается от Бога. Как вот отделы разные-разные бывают. А миссионерские отделы Бог не создавал. А там их набьется кучей, как в шее на гашнике. Самые жестокие, самые злобные все там. А Господь посылает по два. Вот весь отдел. Двенадцать апостолов послал по два. Тридцать написано. семьдесят по два. Дальше Моисей и Арон по два. Кирилл и Мефодий пришли по два. Доказывать еще не надо. У нас даже точно так же. Я и брат священник. Роль Аарона это братья. Братья Моисей и Аарон. Я слушаю вас. Они тоже в миссионерских отделах по 70-х, но они тоже по два ходят. Другое дело плохо делают, что они нападают на вас, на нас. Там написано послал по два. Это уже никуда не денешь. Люди хотят что-то сказать, забывая, что любое слово наше можно куда угодно повернуть, а слово Божие, подтверждаемое другими местами, недезиблимо стоит. Живо и действенно, как будто сегодня Господь сказал. Златоуст говорит, наши законы никакой роли не играют в соседнем государстве. И даже в своем государстве законы Конституции меняются. Слово Божие для всего мира 2000 лет ни одной буквы нельзя убрать. Вот доказательства его божественности. Интересно, что есть люди, которые не верят в загробную жизнь и страшный суд. А Ян Златоуст очень просто доказывает. На земле справедливость есть? Нету. А Бог справедливый? Да. Значит, на этой земле нету-нету. Значит, она будет в другом месте. А другое место это загробная жизнь. Страшный суд. Все. Доказательство того, что будет... Есть Божий суд на перстнике разврат, а есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злато и мысли и делам знает наперед. Михаил Юрьевич Лермонтов на смерть Александра Сергеевича Пушкина. Значит, есть. И главное, тогда напрасно вы прибегнете к злословию. Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэто праведную кровь. Все-таки понять это было? Так, я жду вопросы или же я назначаю сейчас кому молиться? Ничего не слышно. Это Галина говорит? при мудрости Иисуса сына Сирахова. Да. Давай, говори. Книга при мудрости Иисуса сына Сирахова. Глава 7-я Стих 36-й Милость даяния добудет ко всему живущему. Ну и умершего не лишай милости. Как можно лишить милости умершего? Ну как милости умершего? Когда расставались Давид с Иоаннафаном, то они друг другу говорили эти слова, что и дети мои будут. И когда Давида не было, Господь город щадит ради Давида, который давно умер, почтил его. И он почтил мемфилосфею, которую посадил за свой стол. Умерший друг его, а его дети, он их чтит ради своей дружбы с Иоаннафаном. Когда они расставались и плакали оба, но Давид плакал больше. Даже это, и то указано. Вот так. Спасибо, Христос, благодарю. Да. Просто мы думали, что милостью не оставляя умершего, думали молитвы это за него. Молитвы тоже ходят, тоже есть. Мы об этом считаем второй книге Маковейской. Они пошли, а под своими хитонами несли идолов. А когда убили, их стали хоронить, обнаружили. И тогда собрали деньги специально, чтобы там помолились о них. Ну, только не говорится, что им помогло, они куда-то ушли. Но это и понятно, как сегодня православно. Это для самоутешения. Другого ничего сказать нельзя. Ну, вот у нас ректор был, где я 18 лет вел занятия в университете. И он умер. Владимир Васильевич Сигнеев. И мэр города был Баварин Владимир Николаевич. Тоже много мне помогал. И я разузнал, что они были верующие. Там церковь были, ну, по-православному как есть. И тогда я помолился за них. И в конце сказал, Господи, если моя молитва не угодно, прости меня. Но они столько добра мне сделали. Вот я где сижу, два дома. Это как бы не мэр города, я мог не иметь. А занятия уж в университете какое было, так это вообще. У меня 40 Владимиров, которые в моей жизни приняли участие. Я даже ролик такой составил. 40 Владимиров. Вплоть до Путина. С каждой стороны по 20 Владимиров. Так, нужно назвать человека. Так. А вот Анаит Алекс Санян здесь? Я здесь. Молодец, Аннушка. Вот сейчас братья пропоет там Богородица Дева Радуйся, и вы сразу сотворите молитву краткую. В конце прослабьте Отца и Сына Святого Духа и громко скажите Аминь. Тогда это мы делаем все участниками вашей молитвы. С Богом! Достойно есть якова истину Блажитет Богородицу Присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего Честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафим Без истления Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя величая Благодарю вас за то, что приняли меня в свою группу, за то, что помогаете понимать чтение Святого Писания. Игнатий Тихонович, вам отдельный низкий поклон. Братьям благодарю за все, что они делают и за свое потраченное время для нас. Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, просвети истинни немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Продолжение следует...